Всем добрый день! Меня зовут Денис Курсо, я подписчик канала Дневник Моряка. Поступило здесь недавно предложение для подписчиков показать свои видео, кто где работал, с чем сталкивался. Я решил это не игнорировать. Пришлю свое видео, что видел я. Кратко о себе. Живу в городе Измаил. Учусь в Одесской национальной морской академии. Покрутить эксплуатацию судовых и энергетических установок. Скоро уже заканчиваю. Защита диплома. Работаю пока мотористом на контейнеровозах немецких судовладельцев. Судно небольшое. 5207 тонн. Дедвейт. 508 Тел. В машинном отделении работаем по сокращенному экипажу, как и во многих сейчас компаниях. В машинном отделении только старший механик. и моторист. Увидите небольшую видеоэкскурсию. Механизмы. Само машинное отделение. Двигатели. Что видел, что трогал своими руками. Ничего особенного. Экстраординарного. Добро пожаловать. Итак, открываем двери. Входим в машинное отделение. Спускаемся вниз. Сразу нам на глаза попадается табличка Labor от главного двигателя. Двец МВМ. Год постройки. Сирийный номер. Мощность. Кем построен. Спускаемся ниже. Попадаем в ЦПУ. Перед нами главный распределительный щит горща или Main Switchboard. Надеваем наушники. Не забываем беречь слух. У машинного отделения очень громко. Также находимся в переходе. Поэтому в работе главный двигатель. Заходим в машинное отделение. И сразу видим вид сверху. Главный двигатель. Чуть дальше к нему еще подберемся ближе. Расскажу о нем подробнее. Проходим дальше. Сразу видим фрешуотер генерейтор. Водоплеснительная установка. Сейчас на момент съемки видео она была не в работе. Видим также вспомогательный дизель-генератор. Восьмицилиндровый V-образный фирмы Caterpillar. Марка Ditto 3Z4-08. Спускаемся ниже. Перед нами справа желтый маслопрокачивающий насос. Видно. Это масляный автоматический фильтр. Подбираемся все ближе к главному двигателю. Щит управления. Проходим. И видим сам главный двигатель. Девятицилиндровый Doiz MBM. Мощностью 3825 кВт. Небольшой. 5200 л.с. Здесь у нас видимые параметры. 600 оборотов в минуту на номиналах идем. 390 градусов. Это средняя температура выходных газов. Все показания давления, температуры, масла, воды, воздуха, наддува. Проходим. Видим здесь топливные насосы высокого давления. Их здесь 9. Двигатель 9-цилиндровый. Регулятор числа оборотов. Дальше. Это лючки распредвала. Ниже люки картерного пространства. Посередине видим oil mist detector. Детектор масляного тумана. Проходим дальше. Сепараторы. Подогреватели. Два топливных сепаратора. Тяжелого топлива. Один сепаратор масла. За спиной дизельный сепаратор в кадр не попал. Он такой же, только чуть меньше размером. У него меньше производительность. Дизельное топливо тоже сепарируем. Сепараторы фирмы Westphalia. Все. 1995 года постройки. Да, не новое. Но работает при правильном подходе. Далее гуляем по машинному отделению. Видим, это у нас балластный насос. Правый борт. Там дальше левый борт. Клапана. Видим панель управления. Так, проехали дальше. Щит управления сепараторами. Как я уже говорил, Westphalia фирма. Все происходит в автоматическом режиме. Отстрел, вся работа, промывка. Открытие и закрытие барабана. Все проходит в автоматическом режиме. Главный двигатель небольшой. Так как судно. 5207 дедвейта. Газотрубонагнетатель. Компрессорная часть прошла только что. Это у нас валогенератор. Чуть ниже находится редуктор. Редукторная передача на винт. Поднимаемся выше. Поднимаемся выше. Справа. Так, дальше. У нас еще раз главный двигатель. Вид сверху. Немножко с другой стороны. Бустерный модуль с автоматическим фильтром. Два насоса. Котел. Компрессоры. Компрессоры сжатого воздуха. Для воздухоуправления. Для пуска. Для бытовых и хозяйственных нужд. Ресиверы. Два. Ну и опять же возвращаемся назад. Проходим мимо дизель-генераторов. Очень интересный дизель-генератор. В-образные. Безотказные машины. Ну вот и все. Вкратце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...